Дорогие друзья, мы планируем провести бесплатный вебинар по чрезвычайно актуальной тематике «Осознанное родительство в эпоху цифрового хаоса. Пять главных ошибок современных родителей – формула воспитания счастливого ребенка». Вот такая тема предлагается. Надо сказать, что каждый из нас совершает, конечно, гораздо большее количество промахов. Ну вот мы постарались ранжировать эти ошибки, исходя из приоритетной десятки для начала, ну а потом решили для большей конкретизации вычленить из них только половину. Ну, по нашему мнению, наиболее значимых и распространенных сегодня. Я имел дело с последствиями и поиском истоков ошибок в этих вопросах. Я же ведь 10 лет работал ректором университета, там это все было очевидно. Но я начинал школьные годы с керосиновой лампы. Времена меняются настолько быстро, что глубоко рассмотреть эту тематику без участия тех, кто впитал обновление эпохи на биополиом уровне, кто появился на свет в цифровой ноосфере, очень непросто. Именно поэтому соавтором нашего курса «Родители и дети» и организатором вебинара является мой сын Василий. Мы старались гармонизировать мудрость прошлого, те базовые традиции, которые выстраданы на уровне тысячелетнего естественного отбора, ну и ресурс новых, вновь открывшихся возможностей. Ключевым аспектом вебинара, на фоне которых можно выявить ошибки, просчеты в воспитательной работе, я бы отнес прежде всего следующее. Ну, нужно, на мой взгляд, осознавать общую концепцию воспитания. Под какую задачу мы ведем этот процесс? Под единство общества и своего окружения для ребенка в однообразии или под гармонию разнообразного? Методология важна индивидуального подхода. Каждый ребенок уникален. Отпечаточки пальчика от Бога, а не об этом. Дальше. Это учет сверхдинамики современного мира. Вывод – не суетиться, и все, успеешь. Формула счастливого ребенка в 21 веке – это, прежде всего, понять и принять свое божественное предназначение. Но вот подумаем вместе, есть ли что-то более значимое, чем выполнить божественную миссию творения ребенка, этого чуда-мироздания, сто тысяч километров кровеносных сосудов, два с половиной раза вокруг экватора, 75 километров уверенно распаянных проводочков, нервных волокон, 60 миллиардов нейронов, клеточек которыми мы думаем, с бесчисленным количеством синапсов, связей между ними. И вот когда осознаешь эту мистическую грандиозность и доносишь ее до понимания ребенка, то взаимодействие с ним, да и процесс воспитательной работы становится иными. Есть ли более тонкое искусство и более великая божественная миссия жизни, чем умело поставить вот это чудо, чудо-мироздание, ну, поставить на крыло? А может быть, все не так сложно, как мы себе представляем? Может быть, чтобы избежать ошибок в воспитательной работе, нужно прежде всего не мешать Богу в решении этой задачи? Может, это и есть тот алгоритм, в котором порождаются Ломоносовы, Менделеевы, а в качестве самой большой ошибки воспитательного процесса может следует признать факт безукоризненного послушания ребенка, полной именизации сложностей в его жизни. А ведь он должен иметь свою позицию. А если в жизни ребенка нет препятствий, которые ему нужно преодолевать, то, значит, нет и воспитательной работы. Мышиный рай, рай удовольствия и потребительского счастья, может быть, и есть главная опасность в становлении человекоразумного в наш непростой век. Хотелось бы получить обратные связи от вас по всем насущным проблемам в воспитательной работе, с которыми вы сталкиваетесь. Давайте вместе думать над этими проблемами, и я приглашаю вас на предстоящий 17 октября вебинар. До встречи!